«Строим будущее сегодня» – таков девиз 4-го городского форума детских проектов, который прошел в рамках инициативы «Брест. Дружественные дети». Мероприятие стало своеобразной площадкой для реализации творческих идей и юных дарований. На сегодняшний день очень много детей готовых проявить активную жизненную позицию. И они учатся создавать проекты и их реализовывать. Таким является и сегодняшнее мероприятие, на котором дети смогут поработать в шести секциях, по группам. Во главе будет стоять куратор, который будет помогать детям на практике написать какой-то новый проект, его представить членам жюри. Преамбулой форума стала презентация уже осуществленных проектов, среди которых «Бубль-Бах» или «Содержите школу в чистоте». Автор Елизавета Костылева поделилась рождением этой идеи. «Идея пришла из того, что мой класс 6-й А дежурил на коридоре и в столовой. Ну и мы заметили, что очень много было жвачек наклеено на стулья. И у кого я спрашивала из параллели и других ребят, с кем я общаюсь, они тоже жаловались, что говорили, что много жвачек наклеено на мебели. Они портили себе одежду. И вообще неприятно видеть жвачку приклеенную к стулу». Среди шести секций особое место занимает так называемое «Желтое», которое называется «Молодежь Бресса за здоровый образ жизни». Актуальные вопросы, связанные с формированием культуры здоровья у населения, вызвали интерес и у участников форума, которые разработали свою тактику распространения навыков здорового образа жизни. «Одним из наших реализованных проектов является проект «Брось сигарету, получи конфету». «В рамках школьного проекта «Класс года» у нас было мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. И вот мы решили провести, сделать, так скажем, фильм, посвященный здоровому образу жизни». Городской форум «Строем будущее сегодня» позволил участникам не только получить новые знания и обрести друзей. Данное мероприятие стало своеобразным окном, через которое дети увидели и поняли, насколько важно активное участие в жизни родного города.